Первоначально картину Нахимовцы показали брестским журналистам в преддверии пресс-конференции, на которой создатели фильма и актёры раскрыли подробности съёмочного процесса. В преддверии 22 июня появилась идея презентовать премьеру Нахимовцев с участием творческой группы. В преддверии скорбной даты начала Великой Отечественной войны, мы все знаем и брещание, и для нашей страны, да, наверное, и для стран бывшего, республик бывшего Советского Союза, это очень знаковая дата, и когда вот в преддверии этого события опять мы возвращаемся к российскому кинематографу, опять мы возвращаемся к той теме, чтобы на нашей земле, на нашей героической земле, презентовать очередной фильм Нахимовцы с участием творческой группы, с участием главного героя. Я думаю, это стоит того, чтобы мы опять вернулись, опять об этом говорили, и опять, я уверен, это событие станет одним из центральных. В том калейдоскопе очень много мероприятий, которые будут проходить за эти дни у нас в Бресте. Фильм в первую очередь будет интересен детям и подросткам, но продюсеры также рекомендуют его и к семейному просмотру. Ведь сюжет картины заставляет задуматься молодежь о тех ценностях, которые встречаются в повседневной жизни каждого человека. Любовь, дружба, взаимовыручка и верность долгу – все это показано в фильме через современное восприятие молодежи. Нам казалось, что сейчас, примерно в наше время, снять историю, где баниференсы не звучали такие картины прошлых лет, как «Юнга сошло на колонб», «Аквалан Геннадий – нет». Чтобы это было интересно ребятам, чтобы это было в то же время, так сказать, внес в себе не какой-то морализаторский посыл такой вот лобовой, какого-то там патриотического чувства и так далее. Видите, эти ребята, которые близнецы, папа настаивает, Андрей Ильич Мирозович, отдает их на химовский училищ. Прежде всего, как хочется изменить нормальных людей, которые уважают свою историю, свою страну, учатся законам дружбы, законам коллективного общения и так далее. То есть нам казалось, что вот этот вот, пускай немножечко, так сказать, скрытый и воспитательный момент, был бы интересен как и родителям, так и детям, которые, так сказать, посмотрят наше время. Будем надеяться, что сейчас государство озаботится и поймет необходимость самому государству в этих картинах, даже не детям. Государство должно понимать, что будучи любого государства в тех детях, вот как вот мы воспитываем своих собственных детей или нет, будут они нам стакан воды подавать или нет, это как бы такая очевидная взаимосвязь. И не только ты их ругал, но хвалил ли их, и было ли за что. Вот где вот эти взаимоотношения наши личностные, как отца и твоих детей. То же самое, оно, аллегория ложится, прямо вот аналогично на понимание государства, своего места. Кинолента «Нахимовцы», которую снял режиссер Олег Штром, это история о братьях-близнецах и семье потомственных военных моряков. Их отец – морской капитан в исполнении актера Андрея Мерзликина. Мечтает, чтобы сыновья окончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев к серьезным проблемам, выбраться из которых без поддержки своих товарищей Нахимовцев им будет крайне сложно. Я прочитал сценарий, и, вы знаете, прочитав сценарий, все стало на свои места. Сценарий хороший, история хорошая. Она, правильно сказано, была чуть выше. Она не лобовая, это не плакатная какая-то клюква. Плюс ко всему, когда сталкиваешься напрямую с военным училищем, у меня сын, к моменту, когда получилось предложение, я прошел судьбу нашего героя, который бравый капитан второго ранга, который, ну так скажем так, сдает, есть такой термин, военный училищ и детей, я путь этот проходил. Мой сын по своей воле пошел в Суворовское училище. Андрей Мерзликин признался, что второй раз приезжает в Брест в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. И для него посещение именно города над Бугом не случайно. Здесь чуть более 10 лет назад он снимался в драме «Брестская крепость» в роли лейтенанта Андрея Кижеватова. За вот это последние, скажем так, 10 лет история крепости продолжает жить. Я каждый день получаю, ну не каждый день, там раз, полгода мы встречаемся с представителями крепости, и я узнаю новые какие-то истории, я понимаю, что работа идет, крепость растет. Меня в этом году ждет очередная радость, открыта новая экспозиция, «Пятый форт», да, по-моему, так он называется. Я знаю истории создания, истории тех людей, кто ехали, как это долго все рождалось наконец-то, я теперь это увижу. Ну и, конечно, встречусь с людьми, с работниками крепости, это все предстоит нам завтра. Сегодня приехал на один день пораньше с детьми, потому что мы хотим показать еще и Брест, не только исторически интересный, но и Белавежскую пущу, показать детям красоту края, области, как сказать, легендарную Белавежскую пущу. По словам продюсера Алексея Рязанцева, фильм уже показали воспитанникам Нахимовского военно-морского училища. Будущие военные моряки восприняли ленту с восторгом. Члены творческой группы не сомневаются, что картина понравится брещанам всех возрастов.